Продолжение следует... 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 рентгенологическая картина имеет вот такой вот вид то есть расстояние между фрагментами костей около двух сантиметров вот это тогда выдается в оперативном лечении потому что вот подвырек показан подвырек это неполный здесь видите где-то пол сантиметра разница здесь связка клювовидно-клещичное целое теперь другой конец ключицы стернальный конец ключицы на следующем слайде алексей петрович стернальный клещи и социо да тут существует вывихи подвыреки передние и задние зазрудинные вывихи клинически это проявляется припухлость деформация суставов ограничение функции плеча это на следующем слайде же местная болезненность деформация для сравнения выполняется рентгенограмма обеих ключиц лечение в данном случае у нас показано консервативное лечение вывихов здесь показано кармельного конца ключицы вывихы кармельного конца ключицы консервативно лечится специально включать водящие повязки при подъеме руки лопатка поднимается к ключицы здесь выкладывается пилот гипсовый и вправляется вот в таком правильном состоянии через полтора месяца срастается акромиально-ключичное сочленение оперативное лечение в следующем слайде показано вот когда полный вывих когда рвется в область весь связочный аппарат и акромиально-ключичный и хриволидно-ключичный проводится операция по бенелю выполняется пластика связочного аппарата причем современная методика позволяет даже ортроскопически сейчас выполнить эти операции то есть небольшого точечного разреза восстанавливается вот эти снимки достаточно устаревшие достаточно по современной методике девочки вы можете себе заниматься чем хотите только не шумите хорошо я все равно должен отсчитать это по современной методике с небольшого точечного разреза восстанавливается клевовидно-ключичная связка это косметического дефекта не имеет плюс разрешается ранняя разработка движений в суставе достаточно эффективно ортроскопически лечится для лечения вывиха стернального конца грудинного конца ключицы тоже пользуется торакобархиальной повязкой по бабичу оперативное лечение стернального конца ключицы на следующем слайде это пластика грудинно-ключичного сочленения специальными нитями сейчас существует достаточно крепкий шовный материал плюс дополнительная фиксация обычно спецометришной вывихи плеча но вывихи плеча это наверное наиболее распространенные вывихи чаще всего встречающиеся вывихи случаются они в результате прямого приложения физической силы вот удар в области плечевого сустава это не так часто встречающие скорее всего это падение человека впереди с выставленной рукой вперед вот чаще всего так если случаются вывихи выглядят они вот следующим образом то есть это показано разновидностью вывиха задний вывих под лопаточный передний вывих вывих с повреждением с отрывом большого бугорка то есть место прикрепления мышц когда сухожилия мышцы отрывают фрагмент кости под лопаточный вывих наиболее часто встречающийся вот характерное положение больного при вывихе плеча то есть четко определяется западение мягких тканей вот здесь вот вот видите головка плеча ушла под лопатку под лопатку под мышечную область под суставную поверхность лопатки и человека вот вынужденное положение конечности обычно он так и переходит приемное отделение держит больную руку здоровой рукой четко определяется западение мягких тканей в принципе диагностика не представляет никаких сложностей вправление закрытое вправление вывихов если это вывихи не осложненные в данном случае часто бывает осложненные повреждением плечевого сплетения с невритом лучевого оптевого нервом с повреждением были случаи с повреждением артерии плечевой артерии очень сложные ситуации когда в принципе требуют немедленной госпитализации в данном случае в областной больнице где имеется сосудистые хирурги а также бывают вывихи с попаданием бицепса сухожилия бицепса крепится вот сюда оно крепится одно из сухожилия оно попадает захлестывается и вправить такой вывих закрыто просто невозможно вправляется открытым способом следующий слайд это показывает стандартные способы не осложненных лечения не осложненных вывихов плеча по гипократа тут все всевозможные варианты вот наиболее часто использовал метод вправления вот такой либо вот такой здесь врач участвует и медсестра в данном случае так что возможно даже придется если конечно семейная медицина будет заниматься такими ситуациями вывиха плеча будет встречаться очень часто это наиболее часто авторомотливают вывихи предплечья вывихам предплечья относится задний вывихи наиболее часто встречающиеся задние боковые а также под вывихи в предплечья вот показан задний вывих на А ну на этом слайде Вот он задний вывих, вот передний вывих. Значит клинически чем проявляется? При заднем вывихе предплечье укорочено, то есть предплечье получается вот эта вот часть предплечья уходит к заднюю, соответственно укорочение всей длины предплечья. И хорошо подкожие пальпируются в задней ямке, в локтевой тростах четко пальпируются. Соответственно функциональная рука страдает, то есть сгибания и разгибания отсутствует. Резкая болезненность при попытке движения. Часто при этих вывихах случаются переломы локтевого тростка, а также фрагментарные переломы локтевой кости. Показано вправление на следующем слайде вывихов в предплечье с дальнейшей мобилизацией. Вот это показано вправление заднего вывиха, когда предплечье тянется по оси, колено упираешься в плечо, вправление переднего вывиха с последующим наложением такой вот повязки на две недели. Локтевой сустав считается самым капризным суставом из всех суставов. Поэтому, ну здесь пока на подвывихе головки лучевой кости у детей, если вы будете сталкиваться с детской травматологией, то такие случаи достаточно часто, когда мама ведут ребенка за руку, где-то непослушный ребенок, они начинают их отдергивать и появляется боль в локтевом суставе. Ребенок плачет, жалуется, что не может согнуть руку достаточно часто. Встречающиеся вот на этой картинке показаны поэтапно, как вправляется этот выдох. Он достаточно легко вправляется, этот выдох. Обычно не нуждается ни в какой анестезии, просто немножко отвлекаешь ребенка и буквально вот три движения. Пронационное движение, потом выравниваешь руку и сгибаешь его. После этого выдох справляется, ребенок сразу ощущает облегчение, косыночная иммобилизация буквально на два дня и ребенок после этого уже себя нормально чувствует. Вывихи в суставах нижних конечных всей. Сверху вниз, если это вывихи бедра, вывих бедра, для вывиха бедра нужно приложить достаточное усилие, чаще всего это травмы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. Это задний верхний вывих, задний нижний вывих на следующем слайде. На следующей картинке показываем задний верхний вывих. В переднем верхний вывих. Также существует центральный вывих, но здесь его на картинке нет. Почему-то на следующем слайде это будет. Вот это задний верхний вывих. Клиника вывиха бедра, задний нижний вывих, это бедро значительно согнуто, несколько ротировано кнутри и приведено. Головка бедренной кости прощупывается книзу и кзади отвертлужной впадины. Вот это вот показана рентгенологическая картинка. Следующий слайд это передний нижний вывих бедра. Нога согнута в тазобедренном суставе. Разогнуть ее не представляется возможной мезорезкой болезненности. Согнута в тазобедренном и в коленном суставе. Вот показана картина как выглядит передний верхний вывих. На следующем слайде показан центральный вывих. Центральный вывих это перелом вывиха, когда происходит боковой удар, при этом головка бедра проламывает вертлужную впадину и входит в полость малого таза. Это называется центральный вывих, хотя чистым вывихом это нельзя назвать. Вправление вывиха бедра непростое вправление. Для этого нужно, во-первых, оно вправляется только под наркозом с применением релаксантов, то есть это интубирует больного. Обязательно два человека, потому что, я думаю, очень тяжело вправлять вывих. Надо уложить ногу больного на свое колено. Второй ассистент упирается в крылья подвздошной кости, либо, если это один человек вправляет, то второй ногой приходится наступать на таз. Это, конечно, со стороны выглядит очень ужасно, как будто ты пытаешься оторвать больного ногу. Но вот в таком положении вправляется практически все вывихи, кроме задних вывихов, которые надо сначала перевести вправо в передний вывих, а потом вправить вот таким вот образом, как было показано. Вот здесь показано на слайде вправление центрального вывиха бедра. Вводятся либо две спицы Елизарова в вертельную область, либо кинчеровский такой шуруп специальный с мощной резьбой, из-за него происходит тяга по оси около десяти килограмм и по оси бедра, и по оси шейки бедра. Тяга начинается с трех до десяти килограмм. И потихонечку этот вывих вправляется. При равнодействующей силе она получается действовать следующим образом. Вот сюда вправление костей на верхушный сайт. Длительное лечение центрального вывиха. Вот там уже брали. Вывихи голени здесь хотелось бы особо остановиться. Почему? Потому что это вывихи в самом крупном суставе. Этот сустав не конвуентен между собой. Конвуентные суставы дополняют менистки суставов. И при этом в вывихе чаще всего случаются тромбозы подколенной артерии. Вот на моей практике уже около десятка случаев, несколько из них закончились ампутацией конечностей. При вывихе, вот подобном вывихе, проходят задние сосуды по задней поверхности. Перерастяжение сосудов повреждается. Интимно у сосуда происходит тромбоз. Если вовремя не определить, четко надо определить пульсацию на артериях стопы, наличие этой пульсации. Если нет, то надо больного конечно срочное стационарное лечение с участием сосудистых хирургов. Они обычно делают вставку сосудов с вены, восстанавливают. Артерия либо рвется, либо просто тромбируется. Что приводит впоследствии к ишении и ампутации конечностей. Зачастую, к сожалению. Очень грозные вывихи. Тоже они бывают задние, передние, наружные, внутренние. Но эти нюансы-то. Вывихи в суставах стопы. В голеностопном суставе показаны характерные. Внешний вид стопы при задней вывихе. И при передней вывихе стопа. Пяточный бугорс на одном уровне с ахиловым сокожилием. Редко встречающий. Практически. В чистом виде как вывих они не встречаются. Обычно с перелом лодыжек. Вывихи в суставах стопы. То есть вывихи в суставах шапара или с франка. Рентгенологически и клинически не представляют сложностей. Никаких и для вправления. Следующий. Исправление показано. Когда вправить их в принципе не сложно. Но удержать в оправленном положении вывихи стопы. Достаточно проблематично. Поэтому чаще всего вправление и фиксация происходит открыто. При помощи либо спиц. Киршнеровских. Либо вот вы видите. Микропластина наложена прямо по суставу. По суставам. Каждому из вывихнутых суставов. Потому что нарушение биомеханики стопы. Достаточно серьезная проблема. Приводящая к стойким болям. Теперь перейдем уже непосредственно к перелому. Перелом это нарушение целостности кости. Возникшая в результате действия внешнего механического фактора. Или патологического процесса. Потому что бывают травматические переломы. И патологические переломы. Механизм травматических переломов прямой и непрямой механизм. Переломы делятся на открытые и закрытые переломы. Осложненные и не осложненные. Внутрисуставные и внесуставные. По типам перелома. Они бывают простые. Оскорщественные и множественные. Переломы у детей имеют свою особенность. Переломы в виде зеленой ветки. Хорошо развитая надкосница. Удерживает фрагменты кости. И переломы зачастую происходят под надкосничные. То есть они обычно без смещения. Хорошо быстро срастаются. При правильном управлении. А также у детей встречаются переломы по зоне роста. Так называемые физиолизы. По механизму воздействия на кость. Все переломы делятся на... Механизм это сдвиг. То есть прямой сдвиг по перпендикуляру оси кости. Сгибательные переломы. Компрессионные воздействия. Вот в данном случае. И торсион, то есть скручивание. Тоже происходит перелом. Причем наиболее... Наименьшее осилие нужно приложить при торсионе. Чтобы сломалась косочка. Легко ломается при торсионном скручивании. Виды переломов. Это продольные переломы. Косые переломы. Скольчатые, краевые, дырчатые. При огнестреме зачастую вот ранения. Дырчатые переломы. Поперечные переломы. Спиральные переломы. Вот показаны вот спирами. Многоскольчатые отравные переломы. Вот как отравной перелом. Это локтевой отросток. Локтевая кость, ночевая кость. Локтевой отросток. Трицепсом отрывается. Часто встречающийся перелом. Отломки смещаются при переломе по длине, по ширине. Также существуют сколоченные переломы на B рисунке. Под углом смещаются на рисунке B. Ротационное смещение на рисунке D. Из клинических признаков перелома. Это достоверные признаки закрытого перелома. И относительные признаки закрытого перелома. Достоверным признаком относится патологическая подвижность в месте перелома. То есть нехарактерные движения в кости. Крепитация отломков. Четко под пальцами чувствуется хруст отломков. Конечно, нежелательно это сильно проверять. Так, чтобы не наносить дополнительную травму. А также локальная боль при осевой нагрузке. Из относительных признаков закрытого перелома. Это боль, отек, деформация сегмента. Укорочение сегмента и нарушение функции. Это является относительным признаком. Схема, которая в принципе применяется. Стандартная схема при обследовании больного с подозрением на перелом. Первое – это опрос, выявление жалоб, расспрос больного или его близких о начале заболевания, механизмы травмы и другое. Второе – это осмотр. То, что мы сейчас, в принципе, перечисляли. Потом пальпация, перкуссия. Перкуссия, аскультация сейчас уже не проводится, но раньше это достаточно часто проводилось. Если фундоскоп ставишь на поверхность кости, которая не покрыта большим количеством мягких тканей, это оскультативно, целая кость хорошо проводит звук, поломанная кость, конечно, более тупой звук, если проверять на симметричных сторонах. В данном случае это я уже не помню, что в такой охоте так исследовал. Исследование оси конечности сравнивается, соответственно, с симметричной конечностями. Изменение длины и окружности конечностей. Определение функции опорно-двигательного аппарата. Определение мышечной силы. Исследование походки. То есть это щадящая походка, не щадящая. Рутиная походка, косолапость, подпрыгивающая походка, паралитическая и спастическая. Рентгенологические исследования. Заметьте, что вот аж практически на последний из пунктов это рентгенологические. То есть пока не посмотришь больного полностью не опротишь, рентгенограмма обычно даже не осмотрится. То есть клинические все-таки это в первую очередь именно клиника. Также хирургические лабораторные методы исследования. Ну теперь по сегментарным. Перелом ключицы. Вот тут он сейчас уже показан. Переломы ключицы. Переломы акромиального конца ключицы. Вот перелом акромиального конца ключицы. Перелом тела ключицы. Вот перелом тела ключицы. И перелом грудинного. Но здесь больше скорее все-таки средний третий, чем грудинный. А грудинный перелом вот здесь ближе к грудине находится. Эти три вида переломов наиболее часто встречаются. Слайд мы можем пропустить. Включение переломов ключицы. У детей до 13-14 лет переломы ключицы, даже со значительным смещением на весь поперечник, в принципе, можно не оперировать. Лечатся такие переломы либо плечи, отводящие повязкой. Здесь, к сожалению, не показано. Либо кольцами Дель-Б, то есть положение разведения плеч максимальное, то есть восстановление длины ключицы. Вот это кольца Дель-Б, это повязка по типу ДЗО, гипсовая повязка по типу ДЗО. А вот это по типу Шины Кузьминского с давлением на поврежденную сторону, с пилотом на поврежденную сторону. В следующем слайде мы видим оперативное лечение перелома ключицы. Здесь показано в случае полузакрытого, то есть введение закрыто спиц во фрагменты с фиксацией их полукольца от аппарата Элизара. Вот тут немножко по-другому нарисовано. Это модификация полукольца аппарата Элизара. Чаще всего проводится открытое управление фрагментов с наложением либо стержня, либо пластины. Чаще всего даже пластины, уже более современная методика этого пластины. Стержень, вот подобный стержень, он применяется только у детей, чтобы не нарушать зону роста пластины. Потому что на стержне ключица может расти, а пластина, если будет наложена на фрагменты ключицы, то это, конечно, длина ей может пострадать при росте ребёнка. Повреждения грудной клетки. Переломы рёбер. Переломы рёбер здесь бывают, ну, это всё, у нас тут 11, да? Нет, следующее, если мы будем. Переломы осложнённые или неосложнённые, с пневмогемотораксом. Это больше относится к таракальной хирургии, но тоже достаточно часто встречающиеся. Переломы рёбер осложнённые лечатся стационарно, неосложнённые лечатся, не лечатся наложением бандажей сейчас ни в коем случае. То есть никаких тугих стягиваний при переломе рёбер, иначе страдают листки плевры, спаечный процесс. То есть лечатся обезболивающей дыхательной гимнастикой, противовоспалительной терапией. Если у них есть необходимость, и осложняются эти переломы пневмоними, то это будет бактериальная терапия. Ну, более сложный перелом уже оперативно. Давайте следующий слайд до плечевой кости. Из переломов плечевой кости в переломы проксимального гимна, переломы хирургической шейки, переломы анатомической шейки, и переломы подголовчатой, и переломы плеча. У молодых людей старше 17 лет, до возраста, до 70 лет, в принципе, лечение таких переломов проводится оперативно. У пожилых людей даже смещенные, со значительным смещением переломов, как правило, лечат специальными функциональными повязками, применяя раннюю разработку движения в составе с хорошими результатами. Не всегда бывает рентгенологическая картина хорошая на снимке, но функциональные результаты у пожилых людей при функциональном лечении замечательные. Проксимальный перелом с отрывом большого бухгарка, вот перелом подголовкой шейки, в данном случае вот показан, вот тот же показан. На следующем слайде показаны диафизарные переломы поперечные и косопоперечные. В чистом виде поперечные переломы практически не встречаются, чаще всего встречаются вот подобные переломы. Подобные переломы чреваты зачастую осложнением невритом лучевого нерва, вот здесь проходит борожда лучевого нерва, и фрагменты зачастую повреждают лучевой нерв. При этом повисает кисть, тыльного сгибания ни большого пальца, ни кисти нету. Поэтому вот данные переломы нуждаются буквально в урогентном оперативном лечении, освобождение нерва из-под отломков, ревизия нерва с последующей фиксацией перелома чаще всего пластины. Потому что если урогента не проекурируют, последующие результаты, если нерв будет длительное время зажат между отломками, и, конечно, результаты не было приятных. На следующем слайде показаны перелом мышелков плеча. Мышелков плеча – это один из компонентов локтевого состава, плечевой компонент. Наиболее сложный из переломов травматологии, вот эти данные переломы. Вот такой перелом, который показан на слайде, вот такой перелом чаще всего приводит к инвалидизации. То есть движение в локтевом составе, как правило, остается в пределах где-то 50-60 градусов, то есть амплитуда движения. Полное восстановление функции уже при вот таком переломе практически не наступает. Вот показаны отрывные переломы плеча. А по физиолизу, то есть место прикрепления мышц, изгибателей кисти, вот это вот. При резком движении рывки, она зачастую обрывает место прикрепления этих мышц на следующем. Слайде. Диагностические критерии оценки перелома. Мы четко видим, что при переломе нарушается, вот виден наружный мышц, вот внутренний мышц и перпендикуляр по оси плечевой кости. Она составляет 90 градусов. Вот при переломе мышц крови, вот видите, как оно видно на слайде, так оно и клинические. Реально существует. Лечение консервативной плечевой кости. Это больше транспортный вариант показан. Вот показан перелом, косой перелом, такой, как мы видели на предыдущем слайде. Косой перелом лечится специальной функциональной повязки. Вот это гипсовая муфта, которая плотно накладывается на плечевую кость. Предплечье находится на косыночной повязке. А вот здесь, вот как здесь, видите, показано. Как правило, еще добавляется грузик до килограмма-полутора. И вправление костей происходит за счет по оси тяги. Мышцы со временем расслабляются и отправляются от лобки. Вот таким образом. Вот тоже функциональный метод лечения на скелетном дотяжении. В настоящее время практически никто у нас уже так не лечится, потому что вот в таком положении пролежать около двух месяцев это просто изделали рацион над больным. Вот такая повязка тоже существует. Плечеотводящие. Создается тяга здесь по оси плеча. Эта повязка очень громоздкая. Больной не может пройти ни в один дверной проем. Пожалуйста, показаны следующие варианты лечения таких переломов. Оперативные методы лечения. Оперативные методы лечения мышелковых переломов в области активового отростка. Это пластины. Это пластины. Это просто шурупы на отрывные переломы. Либо аппаратами по типу Лизарова, Калмберза. Функциональные и шарнирные аппараты. В этих аппаратах больной будет совершать движение в локтевом отростке в пределах, позволяющих аппаратам. Потому что локтевой сустав многофосевой сустав, и в аппарате не всегда удается выгодать его суставом. На следующем слайде перелом костей предплечья. Вот перелом локтевого отростка. Вот так он выглядит клинически. То есть трицепс, отрывая локтевой отросток, подстреливается вот сюда. Он в виде бурака такого. Четко пальпируется локтевой отросток. Резкая болезненность. Крепитация, подвижность. Болезненность в данном месте. И разгибание перед тлечью в локтевом суставе резко ослаблено. Сейчас, одну секундочку, что-то мне будет немножко отверстие. Вот оперативное лечение перелома клоктевого отростка. Оперативное. Это так называемая методика по ГЭБЛ. Проводится две спицы плюс управляющая металлическая петля, что позволяет во время движения, при сгибании, это петля подтягивает срагменты один и другой. Вот консервативное лечение при помощи гипсового отростка в положении крайнего разгибания конечностей. Малоэффективное лечение, потому что перелом состоится за полтора месяца. Полтора месяца рука в разогнутом положении, потом согнуть ее очень тяжело. Длительные разработки. В следующем слайде показано перелом головки лучевой кости. Головки лучевой кости. Вот фрагментарные переломки, краевые переломы. Полные по шейке переломы. Многофрагментарные. Вот такие переломы, как вот на вот этом рисунке и на вот этом рисунке лечатся оперативно путем умножения микрополастин и восстановления головки лучевой кости. В данном случае просто фрагменты все убираются, без попытки их собрать. Существует эндопротез головки локтевой кости, он ставится на место головки головочевой кости, он достаточно дорогостоящий. Редко, я не знаю, в Одессе несколько операций только выполнено. Кстати, в нашей клинике, в областной больнице. Достаточно капризный пилон, я вам говорил, что локтевой сустав капризный, там образуются зачастую эсификаты, которые заморозывают сустав, процесс появится неконтролируемый, никаким образом нельзя остановить этот процесс. Переломы костей предплечья. Переломы костей предплечья, вот краевые переломы, вот переломы луча в типичном месте. Вот и вот типичная картина. Вот так выглядят переломы лучевой кости в типичном месте. Их существует, два вида сгибательные и разгибательные переломы. Вот перелом одной из костей предплечья, предплечья локтевой перелом, так называемый перелом монтеджа. Парирующий перелом, тоже часто встречающийся, это в основном в драке, когда человек защищается рукой и приходится прямой удар по локтевой кости, с уехом головки, головки лучевой кости. Вот перелом локтевого отростка тоже показано. Давайте на следующий. Ну вот, показываем перелом обеих костей, обеих костей. И, соответственно, гипсовая повязка три перелома костей. Значит, чем ниже перелом костей предплечья, тем в большем положении пронации накладывается гипсовая повязка. Накладывается она, как правило, от верхней третьей плеча предплечья, до пясно-фаланговых суставов. Вот переломы в нижней третьей предплечья, они падаются вот в таком положении. Если переломы в верхней третьей предплечья, гипсовая повязка находится вот в таком положении, полная субтинация. Показана вот схема, по какой причине, не будем сейчас разбиваться в подробности. То, что я вам говорил, перелом монтажа, вот показано, как происходит. Перелом, когда человек защищается от прямой травмы от удара, приходится перелом, плюс вывегу локтей лучевых костей. Перелом галляции, подобный перелом только лучевых костей, то есть это монтаж уголок локтевой кости, и вот перелом плюс вывегу локтевой кости. Следующий слайд, пожалуйста, вот переломы костей и плечи, перелом луча, вот в типичном месте, как показано. Существует их два вида, колеса и смита, и также краевые, а не менее. Здесь показана методика вправления переломов с наложением гипсовой повязки. Эти переломы практически в 90% случаев лечатся консервативно, путем закрытого вправления с наложением гипсовой повязки, на 4-6 недель, в зависимости от характера перелома от возраста. Лишь только много оскольчатый перелом плюс переломы фрагментов локтевой кости, как правило, лечатся путем наложения специальных стержневых аппаратов, либо пластин, что позволяет более ранее начать и начинать функционировать. Показано. Здесь схематично показано соотношение костей и предплечья. Так нужно вправить, должно быть выглядеть на рентгенограмме локтевой вправления. В следующем слайде показана методика вправления перелома. Несмотря на достаточно частные встречи, вот этот перелом встречается наиболее часто, но во всех травпунктах эти переломы стоят на первом месте, особенно в сезоне гололеда. Я вот, помню, надежурил в травпункте буквально. За дежурство могло быть до 20 подобных переломов за сутки. Один человек не может вправить такой перелом. Как правило, два человека вправляют. Поэтому используется доктор, медсестра. Краевые переломы. Показано Бартона. Перелом не нуждается в репозиции, в мобилизации в течение 3-4 недель в гипсовой провязке. Ну, здесь вот на следующем слайде можно буквально на минутку остановиться. Я не буду зачитывать это. Просто поэтапно написано, что нужно делать при вправлении деппера. И последующее лечение. Это обезболивание на первом месте, после обезболивания вправление с наложением гипсовой повязкой. Гипсовая повязка – это не значит, что я наложил и на этом забыл. В гипсовой повязке больной выполняет лечебную физкультуру, изометрическую гимнастику, ходит на физиотерапию. То есть для того, чтобы, видите, быстрее разработать движение в дальнейшем после снятия гипсовой повязки, человек не должен бездействовать все время нахождения в гипсовой повязке. Обязательно должен выполнять лечебную физкультуру, изометрическую гимнастику. Массаж. Так, следующий. Прелом костей кисти. Прелом костей пясных костей. Прелом бенетов – это перелом первой пясной кости. Когда заламывается первый палец, это обычно при падении либо в траке, люди получают подобные переломы. Вот тоже характерный перелом – драчуна. Когда удар, человек, который бьет, ломает подголочные переломы, обычно лечатся консервативно, либо оперативно, если не удается вправить переломы. Точнее, даже их удается вправить, их очень тяжело удержать гипсовой повязкой. Они повторно смещаются. Так что на кисти переломов – ломан на пальцы. Так, тут на данном слайде показано лечение переломов бенета. Вот подобное. Не вижу. Не работает. Не работает. Перелом бенета. Накладывается гипсовая повязка от пясно-фламного стала до средней стрети ключа. В положении большого пальца, вот «хлюкс», грубо мы так называем, ну, с пилотированием, то есть давлением пальцами доктор удавливает отломки, пытаясь вправить их. У них характерное смещение в данном переломе. Вот вы видите, вот показывает смещение. Ну, вот имеем это. Возможные варианты лечения оперативно-пясных костей, а также фломок пальцев. Это и спицы по внутрь кости, и поперечные спицы, которые удерживают по длине поломанную кость, и спицы, которые имеют фрагментарную компрессию. Есть специальные аппаратики для лечения вот таких вот внутрисуставных переломов, функциональный аппарат. «Крус, пальцы не надо, чуть-чуть громче говори». Громче, хорошо. Переломы фаланг пальцев. Переломы фаланг пальцев, как правило, происходит с характерным смещением под воздействием разгибателей. Угол открыт к тылу. Поэтому при лечении данного перелома, вот вы видите, каким образом лечится перелом фаланг пальцев. Наложение гельсовых вязков в положении не в среднефизиологическом, как правило, накладывается, а в сгибании. Сгибание, видите, фиксирующего подобные шины. Наверное, не слышно. Я просто не в микрофон и говорю, да? Я говорю. Дальше, следующий слайд. Перелом ладивидной кости. Очень сложный перелом. Ладивидная кость, ладивидная кость, плохо, вот она не видна. Лишина, вот перелом ладивидной кости. Лишина надкостница практически полностью. Только с одной стороны покрыта. Поэтому у нас растается очень длительно. До четырех месяцев сращения ладивидной кости. И дает, при не сращении, дает стойкий болевой синдром в лучезапястном составе, который впоследствии очень тяжело лечить, если сразу не репонировать и не синтезировать эту кость. Вот показан доступ к ладивидной кости. Вот его кисти. Наверное, на следующем слайде нет. У нас на следующем слайде уже переломы бедра. Он фиксирует перелом ладивидной кости специально микровинтами, как брессирующими, с наложением повязки на четыре месяца. Переломы бедра. У нас идут следующие. Тоже мы перешли на нижние конечности. Половину лекции, соответственно, у нас уже прочитано. Хорошо. Чтобы побыстрее. Перерывни будем делать, да? Хорошо. Быстрее идем. Или будем делать? Хорошо. Переломы проксимального конца бедренной кости. Переломы шейки бедра. Часто встречающиеся переломы у пожилых людей в основном. За счет того, что шейка бедра после 60 лет не кровоснабжается. Она представляет из себя подобие вот фарфора. Которая при переломе уже не срастается. Как правило, вообще после 60 лет не срастается шейка бедра. Особенно, если есть со смещением. На следующем слайде у нас пока нет. Вот переломы. Вот эти вот две разновидности переломов. Субкапитальные. То есть подголосцы переломы. Эти переломы находятся в суставной капсуле. Капсула сустава вот здесь вот проходит. Сама суставная жидкость – это агрессивная среда. Она препятствует сращению кости. Препятствует сращению кости. И эти переломы, я же говорю, у пожилых людей не свастаются. Вот характерный внешний вид больного с переломом шейки бедра. То есть это наружная ротация конечности. Вот вы видите, стопа ротирована к наружу. Вот если вас вызовут к больному, пожилому человеку, он говорит, не может наступить на ногу. Если вы видите вот укорочение конечности и ротирована нога наружу, это практически плюс болезненность в паху по этой стороне, вот как здесь показано. Это практически сто процентов перелом шейки бедра. А уже вот такие вот нюансы по локализации. Вот эти вот переломы уже и вот эти через вертельные подвертельные и межвертельные. Они уже хорошо срастаются. А вот эти две разновидности переломов уже как правило нуждаются в эндопротезировании суставов. А это на настоящее время достаточно дешевое удовольствие. Переломов таких много. Следующая разновидность переломов – диафиза бедра. Диафиз бедра средней трети в данном случае показана верхняя средняя треть. Верхняя средняя треть переломов встречаются чаще всего при значительном усилии, то есть либо это ДТП, либо падение сосоты откуда-то. Вот и мобилизация показана в шине. Вот это лестничная шина, шина Дитрикса. Шина Дитрикса, кстати, несмотря на то, что она достаточно, я ее помню, уже очень давно она существует, эта шина. Один фрагмент этой шины идет в пах, другая часть идет в подмышечную область. А вот здесь вставляется подстопник, который специальным вот таким вот вращательным движением можно дать тягу по оси бедра. Достаточно хорошо мобилизирующая шина перелома бедра. Вот здесь показаны возможные варианты еще и мобилизации, то есть используется здоровая нога. Можно также проложить между ног полотенце, допустим. Здоровая нога шинирует. Либо вот таким вот образом. Либо тут вот показаны лестничные шины, либо подручные материалы всевозможные. Переломы дистального конца мышелки бедра. Мышелки бедра. Вот разновидности их краевые переломы. В-образные, Т-образные переломы. Вот по характеру перелома. Лечение в данном случае показано скелетным вытяжением. И скелетное вытяжение в настоящее время уже редко встречается. В основном это оперативное лечение данных переломов. Существуют сейчас специальные металлоконструкции, рассчитанные непосредственно на каждый из подобных переломов. То есть на мышелки бедра, на плечо, на голени. Следующий перелом надколейника. Переломы надколейника бывают поперечные. Поперечные, продольные, скольчатые переломы. И повреждение связки надколейника. Это повреждение верхушки. Но здесь в данном случае анатомически верхушка как бы находится внизу, а основание находится вверху. Это рентгенограмма, как выполнить рентгенограмму надколейника. Правильно? Потому что порой приходится нам видеть саму суставную поверхность надколейника. Сделать его не так-то просто. Потому что он вогнутый по обратной стороне. На следующем слайде показана рентгенологическая картина перелома надколейника. Вот так он виден. Вот так вот. Видим. Ну и здесь мы видим. Вот методика оперативного лечения. Либо проводится специальный кисетный шок. Либо это опять же, как мы видели, навык при лечении локтевого отростка. По выбору проводятся две спицы. Плюс восьмиобразная проволока, которая стягивает, особенно при движении, при сгибании. Компенсирует отломки между собой. Способствует лучшему сращению. Повреждение связочного аппарата коленного сустава. Часто встречающиеся травмы. Часто, особенно когда появились у нас всевозможные лыжные виды спорта. Повреждается боковой связочный аппарат. Я вам говорил, что сустав самый крупный. Сустав неконкурентный. Выполняется конкурентно с силами низкими. Поэтому стабильность он удерживается при помощи двух боковых связок. Наружных боковых связок. Плюс двух крестообразных связок. Вот показана клиническая картина при повреждении связочного аппарата. Вот так, если удерживать в средней трети бедра и отводить ногу, вот здесь в данном случае показано повреждение медиальной полатеральной связки. Здесь показана латеральная коротеральная связка. Вот проверяется боковая подвижность. Сустав, коленный сустав в полностью выровненной ноге под 180 градусов не должен иметь боковой подвижности. Поэтому, если имеется патологическая боковая подвижность, значит либо это повреждение связочного аппарата, либо где-то отрывной перелом со связкой. Переломы костей и голени – это переломы проксимального конца голени, внутрисуставные, ТВ-образные, так же самое как мышелка и бедро, переломы головки и малоборцовой кости, диафизарные переломы голени и переломы дистального конца голени. Вот здесь показываю, на слайде можете прочитать. Начиная с проксимального конца голени, переломы мышцелков голени, кость сгубчатая в данном случае, эти переломы, как правило, сопровождаются компрессией костных фрагментов. Поэтому при оперативном лечении данных переломов приходится пользоваться либо аутотрансплантантом, взятым с газовой кости, то есть кость скомпрессировалась, при попытке идеально сопоставить составную поверхность, что является необходимым при лечении данного перелома. Пользуется трансплантантом с костей скала подвздошной кости, плюс фиксация металлической конструкции, либо это специальный гидроксиапатит, либо трубные трансплантанты, уже работаю. Пользуется гидроксиапатит, либо трубные трансплантанты, уже работаю. от ягодичной складки до кончиков пальцев, это две шины. Одна шина идет тыльная по задней поверхности, плюс две боковые, либо однообразная такая вот, можно на слайде еще покажет, будет видно. Это транспортный вариант иммобилизации. Лечение переломов мышелков, я уже говорил оперативным, ну либо скелетным вытяжением, до сих пор еще скелетное вытяжение никто еще не отменял, оно остается достаточно жизнеспособным методом лечения, и переломом мышелков голени можно вполне лечить скелетным вытяжением. Единственное, что это длительное лечение, полтора-два месяца, далеко не каждый больной в наше время выдерживает такое длительное лечение, находиться на скелетном вытяжении, есть определенное неудобство. Редактор субботедитов К.А.Н. В областной больнице в отделении травматологии мы выполняем абсолютно все существующие в настоящий момент операции в ортопедии и травматологии. Не только существующие на Украине, в постсоветском пространстве, а, собственно говоря... Вот мы сейчас могу возвращаться назад. А, мы сзади. Ну, хорошо, можете возвращаться назад. Поэтому многопрофильная больница, многопрофильное отделение. У нас много докторов, которые специализируются. Кто-то на ортроскопии, допустим, операции ортроскопичных. Кто-то занимается операциями на позвоночнике. Вот я, в частности, занимаюсь операциями на позвоночнике. Кто-то эндопротезированием. Кто-то переломами таза. То есть могу смело заявить, что наиболее прогрессивное отделение, наверное, у нас в городе. Да, вот мы уже дошли, как раз, вот этот слайд. Да, вот мы остановились на лечении скелетным вытяжением переломовым щелком. На следующем слайде показано оперативное лечение переломового. Вот следующий слайд, если можно. Слежа. На следующем слайде, вот показано, видите, вот здесь показан трансплантант. Вот компрессия. То есть, когда сопоставляешь шестовную поверхность, появляется пустота, которую нужно заполнить фрагментами кости. То есть фиксация дополнительными Т-образными пластинами. Либо же вариант наложения специального стержневого аппарата шарнированного, который позволяет дать раннее движение. Либо это сочетание пластины, поврежденного остеосинтеза, плюс внешней фиксации. Как вы видите, просит передать вам информацию, что лекция должна продолжаться до 16-ти минуты. Хорошо. Хорошо. Они же нас слышат? Нет, нет, нас слышат. Переломы дистального конца голени. Вот перелом. На следующем слайде показан перелом так называемого пилона. Но это не по автору пилона. Это перелом из французского булава. Но на следующем слайде, если можно, если в то же. Перелом тоже один из самых сложных, как перелом в области локтевого сустава. Так вот и данный перелом. Здесь находятся кости стопы, таранная кость. И таранная кость проламывает поверхность суставной большеберцовой кости. При этом вдавливает фрагменты. Происходит импрессия и компрессия этих фрагментов. Но в данном случае показано уже оперативное лечение. То есть, видите, какой взятый трансплантант. В данном случае показано это гидроксиапатит. Так, схематичный, конечно. Подобные костные ткани. То есть, этот гидроксиапатит со временем переродится в полноценную костную ткань. И наложение пластины. Наложение пластины плюс фиксация малоберцовой кости. Потому что, да, при данном переломе, либо перелом, все переломы, вот перелом дипоэтрина. Вот это тоже повторно название перелом дипоэтрина. Перелом, что-то не работает. Перелом медиальной лодыжки плюс перелом малоберцовой кости. И также повреждение межберцового синдосмоза. Это как бы вилка сустава голеностопная, вот она охватывает таранный сустав. Здесь находится малоподвижное, но крещевое соединение, так называемый синдосмоз. Таранная кость, она не полностью квадратная, она имеет как бы трапециевидный вид. И задняя часть ее более узкая, чем передняя. Во время движения происходит движение в этом так называемом суставе, синдосмоз. Поэтому очень важная связка. Если она повреждена или нарушена, то появляется люк в суставе голеностопном и длительные стойки иммунизирующие боли в голеностопном суставе. Повторите, САНО. Скрипка Александр Филиппович, областная клиническая больница в врач-травматологах. На следующем слайде у нас показаны переломы мангеля. Тут перелом медиальной лодышки, перелом наружной лодышки. Либо наружная лодышка целая, рвется таранно-малоберцовая связка. Либо дельтовидная связка часто рвется. Лечение таких вот. Лечение. Лечение оперативное. Перелом лодыжек. Часто встречается. Это вот как перелом лучевой кости в типичном месте. Если говорить научно, то это не перелом в типичном месте. Это образно называется типичное место, потому что чаще всего встречается. На самом деле это перелом дистального метаэпифиза ночевой кости. Правильно вот так звучит диагноз. Это наиболее часто встречающийся перелом на верхних конечностях. Прелом нижних конечностей это перелом лодыжек. Вот тот перелом, два вида перелома, которые мы рассматривали до этого. Плюс вот этот тоже перелом. Это переломы с повреждением переднего края плата большой верстовой кости. Либо с повреждением заднего края плата большой верстовой кости. Вот покажем один из вариантов лечения. Так называемый болт с тяжкой. Но это не совсем из этого слайда. Это при переломе, вот повреждение, вот видите, я вам говорил, повреждение синдесмоза, да? Как он восстанавливается? Восстанавливается вот подобным вот болтом-стяжкой на два месяца. В последующем обязательно ровно через два месяца убирается, потому что оно должно функционировать. Когда человек вот решает ходить, уже наступать при таких переломах, как правило, то наступая через два месяца, сначала убирается вот этот вот болт, удерживающий синдесмоз, потом разрешается нагрузка на конечность. Дошли до переломов костей из цопы. Начинаем с перелома таранной кости. Вот таранная кость, как и ладьевидная кость, и как и шейка гидра, это кость еще одна, которая лишена надкосмоса, и которая срастается очень и очень плохо. Она только с одной стороны покрыта надкосмосом, с другой, по бокам она и лишена надкосмоса, сверху находится суставная поверхность, и только в стороне каточки, если там. Поэтому перелом ее зачастую осложняется последующим микрозом таранной кости, то есть она полностью рассасывается, человек становится глубочайшим инвалидом. Поэтому данные переломы нуждаются буквально в ургентной госпитализации, ургентной операции. То есть в ближайшие буквально несколько лет суток, первые, двое-трое суток, а то даже и в первые сутки желательно прооперировать данный перелом, то есть восстановить все структуры, все анатомически сопоставить, плюс дополнительная фиксация специальными металями. Мы видим следующий слайд, он уже будет показ. Следующий перелом, это перелом пяточной кости. Здесь показан перелом пяточного бугра, вот перелом пяточной разновидности перелома бедра и характер смещения при данном переломе. Вот показана стрелочкой и силой воздействия. Вот показан угол, так называемый угол биллера. Вот это нормальный угол, 20-40 градусов, он расчерчивается. Нюансы вот эти вам не обязательно знать, как он расчерчивается, но очень важный угол. Как правило, пятка, происходит смещение пятки к пяточному бугра кверху и появляется здесь нулевой угол биллера, развивается приобретенная посттравматическая плоскостопия со стойкими болями в таранно-пяточном и в таранно-ладевидных суставах. Ну, соответственно, с длительными жалобами. Ну, вот есть подобный еще перелом по типу утиного клюва, когда ахиловое сухожилие разрывает пополам пяточный богор и фрагмент уходит кверху, и так вот внешне оно выглядит, как у тиньки. В данном случае показаны возможные варианты лечения подобного перелома, когда подтягивается. Ну, это больше уже из прошлого века. В настоящее время используют... На следующий слайд нехорошо пока. В настоящее время используют, как правило, вот эти два метода исследования. Это, если исследование, извините, оперативное обучение, это открытая репозиция с наложением специальной реконструктивной пластины, то есть восстанавливаются все суставы, это раны пяточные четко, это раново не видны, угол, слот стопы восстанавливается с наложением пластины. Либо же накладывается аппарат или заголовок. Многоосевой аппарат с вытяжением и по оси пяточного богора, и по оси вольной. То есть уравновешивающий вектор, вы видите, вот он пока как раз находится в классе пяточного богора. Если можно буквально 3-4 минуты общаться с залом, там должны быть вопросы, походу все. Я пока восстанавливаю перейти. Ну, давайте вопросы. А ты же вопрос голосиков где-то? Мы еще не дошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И существуют, так называемые, агрессивные гемогеомы, которые склонны расти. Клубок разрастается, вытесняет костные балочки, и, конечно, это может просесть. Там есть не то, что нет, а там есть. Если выедает заднюю стенку, повреждает заднюю стенку, та, которая контактирует с оболочками спинного мозга, то при введении костного цемента под давлениями он может выйти в просвет спинного мозгового канала и при нагревании до 80 градусов даст ожог спинного мозга, и тогда будут серьезные проблемы. Для этого выполняются и КТ, и МРТ, и перед операцией это больные, ну мы старательно их обследуем. Все возможные варианты проигрывали. Это как раз наше отделение этим и занимается, я вот в частности занимаюсь этим. И гемангиомы очень хорошо лечатся. Кстати, вот функционная вертебропластика, гемангиомы, метастатические всевозможные переломы, старческие, остеопаротические переломы у пожилых людей. Можем продолжать? Хорошо. Переломы пяточной кости. Вот мы остановились на этих переломах тоже. Кстати, вот оперативное лечение до настоящего времени буквально за последние 5-6 лет получило такую распространенность именно оперативное лечение данных переломов. Почему? Потому что пяточная кость это дечеечная губчатая кость и остеомиелит пяточной кости, а после любой операции существует риск возникновения остеомиелита, любое оперативное вмешательство может привести к остеомиелиту, то остеомиелит пяточной кости вылечить консервативно уже практически потом невозможно. Остеомиелит потом полностью разрушает всю пяточную кость, но человек, естественно, без своей пятки ходить, это нужна специальная ортопедическая область, то есть это больные головы глубочайшие нолиги. Поэтому стараются, стараются как можно реже оперативно вмешиваться. Теперь у меня что-то, сбои какие-то происходят. Сейчас, секундочку. Теперь у меня закрылось. Как-то-то у меня тут вредители есть. Одна секундочка, я здесь немножко... Да-да, звук идей на технических гордин. Не знаю, что. Это 90-й кадр у нас сейчас. 90-й, да? Сейчас, секунду. Переводы костей стопы показаны. Переводы костей стопы. В данном случае показаны переломы лишних костей, переломы фланг пальцев. Вот как лечатся переломы флангов, фланг ногтевых флангов. Если это касается первого пальца, в таком случае мы фиксируем, ломается бугристость. В бугристости практически не прикрепляется ни одной из сухожилий, поэтому эти переломы не склонны смещаться. И зачастую, по сути, достаточно либо проведения даже не спицы, а можно инъекционной иголкой в двух направлениях, рестообразной, либо в одном направлении вот так. Если это внутрисуставные переломы, тогда мы фиксируем либо микровинтами, микровинтами, потому что восстановление суставной поверхности это обязательно является при данных переломах, при любых переломах, скажем так. Если это средние фланги, ну если это только касается первого пальца стопы, пальцы второй, третий, четвертый, пятый, в принципе, ногтевые фланги, мы можем фиксировать, шинировать их к рядом находящемуся пальцу обычным лейкопластырем на 3-4 недели, периодически меняет лейкопластырь по мере загрязнения. Переломы средних фланг фиксируются либо вот такими вот плотинами и микропластинами, либо винтами, вот так же показано, либо спицами, либо вот вытяжением на вот такой вот лиге, называется лига. Вытяжение на пружинке специальной фиксаторной. Вот микропластинами тоже показано. Восстановление костей стопы, плюсных костей, и восстановление их очень важно. Биомеханика стопы очень сложная, поэтому мы стараемся всегда восстанавливать полностью при травмах костей стопы полностью их анатомическое соотношение должно быть восстанавливано. В переломах показан аппарат внешней фиксации при переломе первой плесневой кости. В следующем слайде, где у нас как раз показаны переломы позвоночника, переломы позвоночника, вот механизмы перелома, шейный отдел позвоночника страдает чаще всего от ныряльщиков, когда они рассчитывают расстояние до дна, либо хлыстовые переломы при травме, это удар, чаще всего сзади, когда просто мобиль бьется, происходит хлыстовое движение, ломается шейный отдел позвоночника. Вот в поясничном отделе как происходят травмы, это падение на осевая нагрузка на позвоночник, либо пересгибание, усиленное сгибание. Вот показана компрессия тела позвонка. Вот это тело позвонка, это дуга трощитые суставы позвонка. Вот тело позвонка несет 80% нагрузки всего позвоночника, 20% несет дуга трощитые суставы. Поэтому при переломе, вот видите, вот как здесь показан перелом, происходит кефатическая, то есть вот сутулая вот такая деформация, проседая со временем, этот позвонок срастает, если с ним ничего не делать, допустим, лечить консервативно. Человек, потом переходя опять в вертикальное, ну, полежит он, допустим, месяц, полтора, как положено, потом, переходя в вертикальное положение, все равно происходит дальнейшее проседание, дальнейшее проседание тела позвонка, появляется горб, вот межпозвонковые отверстия, через которые проходят все корешки и нервы, они попадают в костную мозоль, то есть когда многофрагментарный перелом, гипермозоль образуется, и замуровывают грудцовую ткань, это последующие, вот отдаленные результаты, вот при таких вот переломах, вот как показано, очень нехорошие, появляется стойкая неврология, и оперировать потом вот подобные, вот он, видите, вот даже показано, вот по типу отдаленного результата, вот так выглядит спиной мозг при компрессионном переломах, вот клиновидная деформация, здесь не произведена реклинация, то есть в норме вводится в выше лежащий и внизу лежащий позвонок по два винта, соединяется специальной балкой и производит реклинацию, то есть выравнивая позвонка, и больной вот этот вот позвонок выключается из работы, из работы за счет системы, которая введена, и он себе спокойно, пока находится система, как правило, мы ее держим около полутора-двух лет, он себе спокойно срастается, хорошо, и больной, вот я больного, больного при переломе позвоночника поднимаю после операции на второй день, он уже у меня ходит. Также, если, допустим, лечиться консервативно, то нужно два месяца полного постельного режима в положении на спине с реклинатором, и с около полугода проходить в специальном карте сети ортопедическом. Ну, не все люди на это как бы соглашаются, не все. Восемь месяцев, почти год вылежать, это непросто. Ну, вот показано шейный отдел позвоночника, проводится вытяжение специальным боротником, либо вот такая только бархиальная повязка, очень дискомфортная. Вот это вот варианты консервативного лечения. Вот, пожалуйста, шейный отдел позвоночника. Вот так больной со специальными цапками вот такими, введенные в кости черепа, должен пролежать более месяца. Вот можете себе представить, как он будет вылеживать месяц? Вот мне трудно представить, что кто-то вот вылеживает. Это очень сложно. Либо вот такой вот варианты воротника, по типу шанса. Петли глисон, это петля глисона называется. Ну, либо вот такая кольчуга, конечно, тоже вариант, это филадельфийский вариант воротника. Следующий слайд. Вот показано, вот видите, вот система. Вот вводятся винты, вот канал, спинномазовый канал, вот вводится, вот система, вот поломанный позвонок, вот выше лежащий позвонок введено. Тут два винта и тут два винта, они соединены специальной балкой. Вот видите, оно показано, нарисуем. И вот этот позвонок полностью выключен у нас из работы. Он спокойно себе срастается, больной не чувствует дискомфорта или дискомфорта. Все движения он может выполнять практически с первого дня. Принцип операции, что поломанный позвонок срастется либо с ниже лежащим, либо с выше лежащим одним моноблоком. Ну, вот вариант, допустим, показан для шейного отдела позвоночника, когда многооскончится перелом тела позвонка, тогда вылучивается все тело, а взамен него ставится либо мощный такой гидроксиапатитный, ну, трупно-костный вот блок, на это место. Либо специальные кейджи, сейчас существует искусственного материала. Видите, вот показывают вот этот вот перелом от давления, сползание одного позвонка по отношению к другому, спондиололистес, травматический, вот видите, четвертый по отношению к пятому, со сдавлением структур спинного мозга. И вот это оперативное лечение, такой вариант. либо вот такое вот оперативное лечение позвоночника, это более устаревшие варианты, это когда фиксируются за остистые отростки. Вот эти отростки, которые хорошо у нас пальпируются по средней линии позвоночника, можно фиксировать, раньше существовали фиксаторы за остистые отростки, но они не настолько эффективны, как вот эта вот система. Вот эта же система такая же применяется у нас при операциях при сколивозе у детей, даже при четвертой степени, не у нас, пока у нас в Одессе это не выполняется, выполняется это в Харькове, в Киеве, в большей степени, наверное, в Харькове, конечно, они занимаются. Очень хороший результат, с четвертой степени дети до первой степени сколивоза буквально не узнать их потом после этих операций, настолько эффективно. Следующий слайд. Переломы костей и таза, очень сложные переломы. Таз – это самая крупная губчатая кость. При переломе этих костей происходят обширные кровоизлияния, то есть раневая поверхность кости длительно кровит. Кровопотерия при таких переломах составляет до двух литров. До двух литров. Также эти переломы черевяты осложнениями, такими как тромбоэмболия, как жировая эмболия. Вот показаны варианты повреждения костей таза. То есть это повреждения крестцово-подвздошных сочленений. Вот они здесь пока крестцово-подвздошные. Либо это переломы вот по типу бабочки, вот видите, лонно-седалищные с двух сторон. Вот показан тот центральный вывел бедра, который мы с вами разбирали накануне этого. И вот показан перелом костей таза с полным нарушением целостности тазового конца. То есть и спереди по лонному сочленению, и крестцово-подвздош... Вот рядом с крестцово-подвздош... Боковые массы крестца по лонному... Боковые вот крестец рядом с крестцово-подвздошным сочленением. То есть вся левая половина таза, как правило, мышцами подтягивается кверху. Обычно мы накладываем вытяжение. Вот методы исследования. Вот так вот с давления по оси. И таз, как открытая книга, вот он гуляет при этом переломе, очень... Ну, достаточно несложно в диагностике. Вот обезболивание по селивану кости и таза. Нагнетается большое количество полупроцентного новокаина. Во-первых, это мощный шокогенный фактор перелом кости таза. И, как правило, вот по крылу подвздошного кости, вот здесь вот, скользя иголкой, вот по поврежденной стороне, нагнетается до 200-300 мл новокаина. Оно является и обезболивающим, и гемостатическим. Даже прямо в кость, мы вводим иногда прямо в обчатую кость, оно хорошо распространяется по кости таза на лакре. И, конечно, уменьшает и кровотечение, и болевой шокогенный момент. Следующий. Осложнение у нас же есть в этой лекции погреждения мягких тканей, а также открытые переломы. Кстати, открытые переломы, что касаемо открытых переломов. При открытых переломах зачастую возникает кровотечение. Кровотечение в результате погреждения либо вен, либо артерии. На данном схеме, наверное, вам не очень сильно хорошо видно, вам, наверное, вообще не видно. Вот показаны точки остановки кровотечения. Где можно останавливать кровотечение? Вот в данном случае показана сонная артерия. Как ее останавливать? Накладывается жгут, по здоровой стороне ставят, ну, вы знаете, да, препятствия, чтобы, естественно, мы же не удушим больного, чтобы остановить кровотечение. Это для сонной артерии. Это для плечевой артерии. Средняя треть плеча. Причем жгут накладывается достаточно сильно, потому что вот порой, ну, сейчас уже скорая помощь не делает, а раньше привозили больных, накладывают они легенький жгут, венозный. То есть получается, что артериальный приток крови они не перекрывают, накладывают венозный жгут, и кровотечение только усиливается. Поэтому жгут целыми лесообразнее накладывать. Вот для плеча. Это средняя треть, ближе даже чуть-чуть к верхней третье плеча. Причем подкладка под жгут, желательно в виде полотенца, и жгут накладывается не только на ширину самого жгута, а немножко больше, хотя бы на шириной 10 сантиметров в несколько оборотов плотненько, 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 плотненько. Ну, по времени вы знаете, да, что в зимнее время. Больше, чуть-чуть летнее, чуть меньше, можно периодически, допустим, если это длительно транспортировать больного, то отпустили жгут, расслабили, немножко кровь подступила, потом опять наложили его. Извините, секундочку. Для... Это для плечевой артерии жгута накладывается. Для костей предплечья. Ну, кости предплечья две. Между костями находится так называемая серединная артерия, которую остановить практически невозможно, поэтому для остановки кровотечения на предплечья жгут желательно накладывать на плечи. Так же самое на кости, потому что здесь невозможно остановить кровотечение, здесь находится артерия, которая находится между костями, так же то, что касается и голени, кстати. И остановить кровь, наложив жгут только на волень, невозможно. Бедренная артерия, все это тоже показано. Что у меня дальше? Транспортная мобилизация. Ну, под мобилизацией понимает создание неподвижности поврежденной части тела для обеспечения ее покоя. Мобилизация применяется при переломах костей, повреждениях суставов, нервах, ахшизных повреждений, мягче ткани, воспалительных процессов конечностей. Кстати, вот когда речь идет о гнойном, допустим, или воспалении какого-то сустава, включая сюда и гнойные артриты, допустим, флегмоны и все остальное, то одним из первых мероприятий это создание покоя конечностей. Покой создается путем иммобилизации, то есть либо наложением гипсовой повязки, что зачастую нас забывают, начинают лечить, скрывать гнойные флегмоны, назначают антибактериальную терапию, а про то, что создать покой этой конечности, почему-то выпускают такой момент. Это немаловажный фактор. Ну вот как из вспомогательных стес можно наложить на верхнюю конечность. Вот видите, в виде дощечки, вот здесь в виде дощечки. Ну, здесь это все показано в данном случае транспортной иммобилизации, щит при повреждении позвоночника специальный, так называемая корыция вот эта вот. Тут на следующем слайде идет речь о транспортных шинах. Транспортные шины делятся на шины, фиксирующие шины, и шины, считающие фиксацию вытяжения. А вот фиксация вытяжения – это та шина Гитрикса, о которой мы уже говорили. То есть там можно создать и вытяжение, и фиксацию. А также современные пневмашины. Многие, по-моему, скорой помощи сейчас у нас уже оснащены вот этими пневмашинами. Вот на следующем слайде показаны основные принципы транспортной иммобилизации. Что, какие требования должны быть к транспортной иммобилизации. Эта шина обязательно должна захватывать два, а иногда, что касается нижней конечности, и три смежных сустава. То есть если это травма голени, то это должен быть обязательно фиксировано и коленный сустав, и голеностопный сустав. Если это коленный сустав, то желательно, чтобы повязка выходила чуть-чуть выше тазобедренного сустава и захватывается коленный и отчасти еще и голеностопный сустав. Ну, подобная же ситуация и для верхней конечности. При мобилизации конечности необходимо по возможности ей придать физиологическое положение, а если это невозможно, такое положение, при котором конечность меньше всего травмируется. Ну, физиологическое положение мы знаем для конечностей, да, это для верхней конечности, это присогнутая в активном суставе под углом 90 градусов, положение предплечья между пронацией средней и супинацией, для нижних конечностей это выровненная нога, слегка присогнута до угла 160 градусов к коленному суставе, а леностопный став находится под углом 190 градусов. При закрытых приломов необходимо до окончания мобилизации привести легкое и осторожное вытяжение при выжженной конечности по седану, если видите, что фрагменты заходят сильно по длине один за другой, то конечно желательно попытаться хотя бы легенько дать такую тракцию при наложении транспортной мобилизации. При открытых приломах вправление отломков не производится. Почему не производится вправление? Почему? Потому что зачастую происходят вторично открытые приломы, когда костный фрагмент прокалывает кожу изнутри, контактирует с окружающей средой, если мы начнем проводить тракцию вправления этого прилома, то мы просто затягиваем внутрь всю эту инфекцию с внешней среды, внутрь мягких тканей и тогда прекрасно себе развиваются все возможные фикционные осложнения. Поэтому мы стерильную повязку накладываем на фрагменты костей, не вправляя их и мобилизируем в таком положении. Вот все, что в дальнейшем. При закрытых приломах снимать одежду с пострадавшего не нужно. При открытых приломах необходимо наложить стерильную повязку на место травмы. Ну, при открытых, естественно, снимается одежда, накладывается повязка, останавливается кровотечение. То есть вот такое аваритетное действие обязательно. Нельзя накладывать жесткую шину прямо на тело. Необходимо проложить мягкую постилку. Ну, то, что вот из подручных материалов здесь речь идет это больше для оказания неотложной помощи. Вот это если транспортный, ну, до госпитального этапа. Во время перекладывания больного с носилок поврежденную конечность должен держать помощник. Ну, это понятно, что это следующее. Вот в данном случае показан вариант транспортной мобилизации для, вот это старая шина, и для шейного отдела позвоночника вот здесь, и для верхних конечностей, ну, видите, вот как бы для шейного отдела позвоночника в основном здесь показывают. А вот для верхней конечности, ну, это туры повязки ДОЗО, ходы их показаны, ну, первый вариант, да, вариант либо ДОЗО, либо ГЛИПО при переломах плеча, при ломах плеча ключицы, вот это повязка. Вот это положение больного с реклинатором при травме позвоночника. И реклинатор – это подушка, сложенное одеяло небольшим валиком под место травмы, под то место, где больной наибольше жалуется. Потому что даже ранее вот такое вот вправление может сыграть довольно-таки значительную роль. Потому что пока довезут до стационара, пока диагностируют, пока разберутся, а уже на ранних этапах уже надо выполнение вот такого, ну, что-то на следующем. На следующем слайде у нас показана иммобилизация при переломах костей предплечья, предплечья. Вот, либо это нижняя треть плеча, но вот эта повязка только для нижней треть плеча и предплечья. Она идет от здоровой лопатки, то есть вот в данном случае от левой лопатки, ложится на вот эту вот больную сторону, идет по задней поверхности плеча с выходом на предплечье и желательно с фиксацией, конечно, большого пальца, вот сюда вот, то есть до пясно-фаланговых суставов, чтобы исключить элитационные движения в костях и плеч. Плюс она фиксируется специальной косыночной повязкой. Вот четко у нас показана лестничная крамеровская шина. Вот эта нижняя треть, вот эта повязка для нижней трети, для предплечья, нижней трети, извиняюсь, для переломов костей предплечья, то есть верхняя, граница верхней и средней трети плеча до пясно-фаланговых суставов, то есть повязка под верхней трети предплечья, ну вот здесь свалик под кистью, вот, пожалуйста, транспортный момент. Вот шина Дитрихса, как выглядит, то, что я вам говорил, что вот одна часть этой шины идет в паховую область, вот сюда упирается, вторая идет в подмышечную область, вот эта более длинная, они соединяются между собой, здесь идет подстопник, видите, вот с таким вот воротком, вращая который мы имеем возможность сдать тракцию, потом вот это вот все укрепляется после того, как дали тракцию, турами пинта очень тщательно нижняя конечность, плюс пояс и в области грудной клетки водителя. Очень хороший вариант для транспортировки больного, даже длительный транспортировок. Варианты для нижней конечности краморовская шина, пожалуйста, вот задняя лангета, вот боковые лангеты, мы уже этот вопрос обсуждали с вами, вот показано место травмы, вот, пожалуйста, перелом средней третки, повязка до средней трети бедра, от средней трети бедра до кончика пальцев. Подкладочная обязательно повязка, это при любом случае при диетре, сошине, при краморе, сошине, при всех вариантах желательно подкладка, чтобы не повреждать кожные покровы. Потому что ссадина даже мягких тканей в области перелома уже трактуется как открытый перелом. То есть если больной поступает даже с небольшим повреждением кожных покровов в области открытого перелома, мы уже в диагнозе ставим открытый перелом. Желательно, чтобы этот открытый перелом мы не сделали, с вами это во время мобилизации. Вот вариант листничной шины при переломах бедра. При переломах бедра. То есть одна шина формул. Вот по типу детекса делается. Делается одна короткая, другая более длинная из двух делается. Вот она фиксируется. Но здесь, к сожалению, и задняя. Здесь, к сожалению, тракцию мы не можем дать. Тут не предусмотрена данная конструкция. Давайте следующий спектакль. Одним из видов транспортной мобилизации существует вакуумный латрас. Вот показания применения этого вакуумного матраса. Повреждения шейного и грудного отдела позвоночника, тазовых костей, тазобедренных суставов. То есть всего скелета. Вакуумный матрас, он подсовывается. Не знаю, видели вы или нет его на него. Но вообще это хорошая вещь. Она повторяет все контуры тела. И практически в таком положении, как есть больной, можно создать ему полнейший покой. На следующем слайде, если я его сюда поставлю. Ну вот пока у нас написано 312 действия вакуумный трасс. Он заполнен мелкими гранулами. И когда вы уже больного, то есть... Две минуты подождем? Да, две минуты подождем. Сейчас лучше полу. Угу. Зачем нужно его окружать? В последний день. Кто выпивает? Кто, кто откуда всей тазовы скинула? ВАСЕ сглавливают логарную сигнализацию и второй раз. То есть пока берегу не пройдет, она яркости, тогда нужно проверить откуда идет сигнализация. Где сработала колдальчик? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок которая занимается гнойной травматологией. Областная больница этим не занимается. Это только четвертая травматология 11-й горбольницы. Еще вопрос. Одну секундочку я спрошу, есть ли какие-то вопросы в управлении. Ну а с застарелыми травмами позвоночника обращаться Вы говорите? К нам обязательно. У нас и нейрохирургия, то, что касается осложненных, и неосложненных травм, у нас многопрофильная. Есть ли какой-то, скажем, пакет документов, который нужно предварительно готовить к пациенту, прежде чем? Обратиться к папке? Ну при этом желательно, конечно, иметь относительно свежие рентгенограммы, предыдущие рентгенограммы. То есть все те рентгенограммы, компьютерные исследования, МРТ, какие-то элементарные анализы, которые они сдавали, желательно иметь с собой, чтобы не пришлось потом больного повторно отправлять. А иногда приезжает с области, это не близкий свет, проехать столько, чтобы потом из-за какой-то бумажки вернуться обратно. Поэтому желательно все исследования, которые есть на руках у больного, и которые можно сделать, допустим, в пределах района. А каждый из районных травматологов знает тот минимальный объем лабораторных исследований рентгенологических, с какими надо направлять больного к нам на консультацию. Поэтому желательно, чтобы это было, конечно, через районных травматологов. Не просто сам больной собрался и поехал, чтобы какие-то нюансы может упустить, а районные травматологи... Ну, а в конце концов оформляет медицинское состояние? Да, да. Мелгорь Кыстровский благодарит докладчика. Спасибо, слушайте, очень благодарны вам. Спасибо. Ну, и еще несколько студий также вас благодарят. Ну, если... Я думаю, наши субтитры... Спасибо большое. И на сегодня, если вопросы больше нет... Спасибо, Владимир Иванович, присоединяйтесь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует.